Патриция Хайсмит. Незнакомцы в поезде. Читает Алексей Багдасаров. Глава первая. Яростно отстукивая колесами рваный ритм, по прерии мчался поезд. Он притормаживал на станциях, которые делались все мельче и встречались все чаще, нетерпеливо выжидал положенные минуты и вновь продолжал свой натиск. Однако пейзаж за окном на протяжении часов был неизменным. Прерия колыхалась огромным буророзовым одеялом, что встряхивали небрежной рукой. Чем быстрее шел поезд, тем сильнее расходились дразнящие волны. Гай отвел взгляд от окна и откинулся на сиденье. Мириам наверняка будет тянуть с разводом. Это в лучшем случае. Она вполне может решить, что ей не нужен развод, только деньги. Удастся ли ему вообще расторгнуть этот брак? Гай чувствовал, как ненависть парализует его мысли. Все пути выхода из ситуации, казавшиеся такими логичными в Нью-Йорке, теперь превращались в тупики. Там впереди, уже совсем близко, буквально чувствовалось присутствие Мириам. Мириам розовощокой и веснушчатой, пышущей нездоровым жаром, как прерия за окном вагона. Мириам угрюмой и жестокой. Он машинально потянулся за сигаретой, в очередной раз вспомнил, что в вагоне нельзя курить, и все же достал. Дважды стукнул ею по циферблату наручных часов, зачем-то посмотрел на время, пять часов двенадцать минут, как будто это имело какое-то значение, зажал сигарету в углу рта и, бережно прикрывая ладонью огонек спички, закурил. Взгляд к орех глаз то и дело устремлялся к окну, на раскинувшуюся за ним своенравную и удивительную прерию. Мягкий воротник рубашки слегка задрался, и отражение в оконном стекле с высоким белым треугольником у лица напоминало силуэт из прошлого столетия. Сходство усиливало и прическа. Черные волосы пышной копной лежали на макушке, а сзади были коротко острижены. Прическа вкупе с длинным острым носом придавала профилю Гая решительную целеустремленность, а в фас это впечатление уравновешивалось тяжелыми нависшими бровями, от которых веяло спокойствием и умением владеть собой. На нем были уже изрядно помятые фланелевые брюки, темный с фиолетовым отливом пиджак, свободно сидящий на худощавой фигуре и небрежно повязанный шерстяной галстук помидорного цвета. Вряд ли Мириам собралась бы рожать, если бы этого не хотела. Значит, они с любовником намерены пожениться. Но зачем она потребовала, чтобы он приехал? Для развода его присутствие необязательно. И почему вот уже четыре дня с того самого момента, как пришло ее письмо, он не может думать ни о чем другом? В письме было каких-то пять или шесть строчек округлым почерком. Мириам сообщала, что ждет ребенка и хочет встретиться. Ее беременность гарантирует получение развода. Почему же он так нервничает? Самым мучительным было подозрение, что в нем говорит ревность. Мириам когда-то вытравила его ребенка, и вот теперь собиралась родить от другого. Нет, дело не в этом. Его мучает стыд. Только стыд за то, что он любил такую женщину. Он затушил сигарету о решетку радиатора. Окурок вылетел под ноги и гайпнул его подальше в угол. Скоро все наладится. Будет развод. Будет работа во Флориде. Руководство компании наверняка утвердит его проект. Решение примут на этой неделе. И будет Анна. Они с ней уже могут строить планы на будущее. Больше года он мучительно ждал, когда же случится то, что освободит его, и вот, наконец, дождался. Гай ощутил взрыв счастья и расслабился в бархатном кресле. Пожалуй, он ждал этого даже три года. Конечно, развод можно было купить, но он не располагал необходимой суммой. Нелегко начинать карьеру архитектора без постоянного места в фирме. Мириам не требовала, чтобы он содержал ее, зато находила другие способы отравить ему существование. Например, говорила в Метклфе, что они по-прежнему любят друг друга, и Гай заберет ее к себе в Нью-Йорк, как только там устроится. Иногда она писала ему с просьбой прислать денег понемногу, но это все равно раздражало. Деньги он отправлял, понимая, что с нее станется развернуть против него в Метклфе военную компанию, а ведь в этом городе живет его мать. На сиденье напротив плюхнулся высокий светловолосый молодой человек в ржаво-коричневом костюме и, рассеянно улыбаясь, подвинулся в угол. Лицо у него было бледное, с мелкими чертами, и прямо посреди лба торчал огромный прыщ. Гай отвернулся к окну. Новый сосед, похоже, не знал, то ли ему подремать, то ли завязать беседу. Его клонило в сон, локоть, на который он опирался, то и дело скользил по подоконнику, но стоило молодому человеку разлепить короткие ресницы, и он снова с рассеянной улыбкой смотрел на Гая покрасневшими серыми глазами. Похоже, он был пьян. Гай раскрыл книгу, однако сосредоточиться на чтении не смог. Он взглянул на мигающие люминесцентные лампы под потолком, на незажженную сигарету в костлявой руке соседа, на монограмму Ч.Э.Б., на зеленый шелковый галстук, вручную расписанный пальмами кричащего оранжевого цвета. Долговязая ржаво-коричневая фигура беззащитно обмякла на сиденье, голова запрокинулась, и здоровенный то ли прыщ, то ли нарыв возвышался посреди лба, как горная вершина. Интересное лицо, хотя и непонятно почему. Не юное и не старое, не то чтобы умное, но и глупым не назовешь, оно постепенно сужалось от высокого выпуклого лба к впалым щекам и тонкогубому рту, глубоко в синеватых тенях глазниц, маленькими раковинами скрывались сомкнутые веки. Щеки были гладкие, как у девушки, пожалуй, даже как восковые. Словно все возможные изъяны кожи слились воедино и приняли форму этого огромного прыща. Гай снова попытался читать. На этот раз слова обрели смысл и даже начали понемногу унимать беспокойство, однако внутренний голос спросил, много ли толку от Платона, когда предстоит иметь дело с Мириам. Гай уже задавался этим вопросом в Нью-Йорке, но все равно взял книгу, старый учебник из университетской программы. Ему хотелось найти для себя в поездке к Мириам хоть что-то приятное. Он поглядел в окно, увидел свое отражение, опустил торчащий угол воротника. Анна всегда поправляла ему воротник. Гай вдруг почувствовал себя беспомощным вдали от нее. Он поерзал на сиденье и случайно задел вытянутую ногу спящего соседа напротив. Ресницы у того дрогнули, покрасневшие глаза раскрылись, и Гай подумал, что сосед вполне мог все это время наблюдать за ним из-под век. — Извините, — пробормотал Гай. — Да ничего. Сосед выпрямился и резко встряхнул головой. — Где это мы? — Въезжаем в Техас. Сосед извлек из внутреннего кармана золотую фляжку, откупорил и любезно протянул Гаю. — Спасибо, не надо, — проговорил Гай. Сосед отхлебнул. Слышен был плеск жидкости и металлические стенки. Гай поймал неодобрительный взгляд женщины, сидевшей через проход из самого Сент-Луиса, не поднимавшего глаз от вязания. — Куда направляетесь? — мокрые тонкие губы изогнулись в улыбки. — В Меткалф. — А, хороший городок. По делу? Сосед моргал красными глазами, изображая вежливый интерес. — Да. — И по какому же? Гай нехотя оторвался от книги. — Я архитектор. — О, дома, значит, строите? — Да. А я ведь не представился. Он чуть привстал. — Меня зовут Бруно. Чарльз Энтони Бруно. Гай коротко пожал ему руку. — Гай Хейнс. — Очень приятно. Вы из Нью-Йорка? — Хриплый баритон звучал фальшиво, словно Бруно говорил только для того, чтобы заставить себя проснуться. — Да. — Я сам с Лонг Айленда. Еду в Санта-Фе отдохнуть. — Бывали в Санта-Фе? — Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...